О чем вообще можно говорить весной? Весной обычно говорят, ну, как мне кажется, о любви и о цветах. Ну вот как раз-таки на днях я отправился на один из базарчиков выходного дня и посмотрел, какие цветы являются самыми популярными нынешней весной и вообще, как садоводы провели это непростое время пандемии коронавируса. Томас в свое время начинал с выращивания овощей, а затем 20 лет назад перешел на цветы. На рынок он привез всевозможные сорта, но сейчас, по словам агронома, сезон анютиных глазок. Они и пользуются большим спросом. Их надо садить рано, пока еще холодно, потому что они любят холод. Многие люди говорят, что анюткины глазки могут замерзнуть. Нет, они не могут замерзнуть. Они очень-очень любят холод. Святые растения заняли центральное место на традиционном рынке в популярном канцемском квартале. Серьезными ограничениями из-за ситуации с коронавирусом, но все-таки ремесленники и садоводы получили возможность впервые за долгое время выйти со своей продукцией к людям. Как прошло это непростое время для людей, которые выращивают цветы? Я бы сказал, что люди все это трудное время очень хотели покупать цветы, очень много покупают. Так что я считаю, что пока ковид пережили очень хорошо. А вот еще одна история. Екатерина и Юлия прошлой весной в самый разгар пандемии коронавируса придумали продавать подписку на то или иное растение. Идея оказалась очень удачной. Совсем скоро их магазин помимо Риги откроется и во Франции. Выбираете подписку на три или шесть месяцев или пробную на один раз. Оставляете свои преференции, есть ли у вас животные, поэтому вам нельзя токсичные растения, количество света в доме. И согласно предпочтениям мы подбираем растения, и раз в месяц вы получаете сюрпризом растения с инструкцией, с именем. И хотя в Латвии концепция подписки на растения что-то новое, в Западной Европе это уже весьма раскрученный проект. Но в дополнение к этому девушки решили спасать цветы своих клиентов и открыли в Латвии госпиталь для растений. Это больше наш способ немножко помочь всем любителям растений. Мы забираем, пересаживаем, смотрим, как ему подходит, чтобы поливали чаще, реже. Держим его где-то месяц-полтора у себя, и потом звоним и говорим, ваше растение в порядке, вот вам инструкция, как за ним на самом деле надо ухаживать. Забирайте и любите его дальше. А вот цветочные террариумы, или как их еще называют, флорариумы. Этот особый способ использования растений был крайне популярен в позапрошлом столетии, викторианскую эпоху. Последние несколько лет он снова возвращается в мировые тренды. В первую очередь из-за того, что уход за растениями в террариуме требует лишь минимальной заботы. В каждом террариуме своя собственная экосистема. Растениям не нужно опрыскивание листьев, их не нужно удобрять, ведь влага внутри террариума не испаряется, благодаря чему высокая влажность поддерживается естественным путем, и этот цикл никогда не прерывается. Обязательное ношение масок, соблюдение дистанции и ограниченное количество торговцев. Но так или иначе, сезон рынков выходного дня по всей стране уже официально стартовал. Андрей Дмитриев, Латвийское телевидение.